У администрации Трампа, помимо прочих, есть серьезная проблема с ИГИЛ. Запрещенное в ряде стран исламское государство, по словам 45-го президента, побеждено. Но, во-первых, не совсем. В Сирии остается, и это подтвержденные данные, около 30 тысяч боевиков. А во-вторых, сейчас в руках международной коалиции оказались сотни иностранных участников этой террористической организации. В том числе европейцы, россияне, украинцы, выходцы из других постсоветских стран и даже американцы. Что с ними делать? Вот вопрос. С учетом объявленного Трампом вывода американского контингента из Арабской республики вопрос все более острый. Освобождение захваченных боевиков неприемлемый вариант, поскольку это прямой путь к возвращению террористов в ИГИЛ. Европейцы забирать своих граждан обратно не хотят, слишком опасно. Ведь, с одной стороны, судить таких преступников Марокко порой не хватает ни доказательств, ни квалификации прокуроров. Одновременно европейские власти опасаются, что даже осужденные террористы уже за решеткой будут распространять свою идеологию. Что по поводу своих граждан, думают американцы, не очень понятно. Буквально сегодня так называемые курдские ополченцы в Сирии заявили, что захватили восьмерых ИГИЛовцев, включая 16-летнего американца, немца и россиянина. А в воскресенье те же курды сообщали о пятерых боевиках, тоже захваченных, среди которых двое граждан США. Как иностранцы попадают в ИГИЛ и продолжается ли процесс, с учетом того, что Вашингтон, как и Москва, заявляет о завершении сирийской кампании? С нами на связи журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю Вас, особенно за то, что Вы согласились присоединиться в столь поздний по московскому времени час. Спасибо. И первый вопрос. Насколько масштабно присутствие иностранцев, в первую очередь, выходцев из бывшего СССР, по Вашим данным, в ИГИЛ, вот сейчас, на данном этапе? Я думаю, что за прошедшие два года это присутствие резко сократилось. На момент возникновения вот этого террористического образования, я думаю, счет шоу на тысячи, может быть, выходцев из бывшего СССР было пару-тройка десятков тысяч. То есть достаточно большое число. И сейчас, конечно же, по крайней мере, Федеральная служба безопасности, это очевидно, поставило достаточно жесткий барьер на пути миграции, идеологической миграции туда граждан, по крайней мере, Российской Федерации. Я не могу отвечать за другие страны бывшего Советского Союза. Но мы видим, какие жесткие проверки ведутся в аэропортах, какие жесткие проверки ведутся в исламских регионах. В общем, это достаточно серьезные меры безопасности, может быть, даже и чрезмерные, нарушающие права человека зачастую. Это в каких-то деталях. Но в целом, наверное, война, она вынуждает многих, на многих государствах к подобным нарушениям. Но сейчас, мне кажется, что, во-первых, речь не идет о поражении. Они потеряли Масул, они потеряли Раку, но 30 тысяч, если вы правильно назвали эту цифру, это вообще-то огромная армия. Да, эта цифра, она из разных источников проверена мною, правда, очень тщательно. Например, Amnesty International называют, Международная амнистия называет эту цифру, называют и политики, разные эксперты. То есть это вот какая-то такая, значит, информация, ну, можно ее считать проверенной вполне. И это очень серьезно, не так ли? В самый разгар чеченских воин никогда численность чеченских боевиков, противостоящих федеральным войскам, не достигала такого масштаба. Максим, если там действительно, мне представляется, что так и есть, вот эти десятки тысяч боевиков ИГИЛ, то как же тогда Трамп, Путин, многие заявляют о том, что войне уже скоро наступит конец, и вполне серьезно мировые лидеры занимаются разделом послевоенной Сирии, да, и послевоенным устройством этой страны. Как вы считаете, насколько это вообще имеет смысл? Имеет смысл заявлять о том, что ИГИЛ разгромлено? Насколько имеет смысл думать о послевоенном устройстве, если война не заканчивается? Ну, война, я напомню, велась не между Дамаском, а война велась между Дамаском и курдской оппозицией. Первыми восставшими против Башараса были курды. Вторыми были боевики Захрана Алуша из разных родов сирийской свободной армии и так далее, и так далее. Потом появилась Джабхат Ан-Нусра, которая фактически была модернизированным филиалом Аль-Каиды. ИГИЛ появляется только на третий или на четвертый год войны, поэтому ставить поражение ИГИЛ или войну с ИГИЛ как главную причину раздела Сирии, возможно, мне кажется, это политическое допущение. На самом деле, конечно же, Сирийская война является одной из самых жутких трагедий начала XXI века, сотни тысяч убитых, огромное количество иностранцев, которые там участвовали в этой войне с обеих сторон. Я бывал во время войны в Сирии неоднократно, это, честно говоря, одно из самых жутких впечатлений, которые в моей жизни осталось. Хотя я видел и Чеченскую войну, и Югославскую войну и так далее, но эти огромные древние города, превращенные в развалины, это незабываемо. Поэтому я вообще не думаю, что имеет смысл говорить раздел Сирии. Я все-таки полагаю, что комплекс мер, которые ведут к послевоенному устройству Сирии и сохранению Сирии в предыдущих границах, но в формате федерации, конфедерации или чего-то еще иного, мне кажется, это достаточно более ясная формула. Недаром недавно, пока Рассет вернулся в Лигу арабских государств, мы же видим, что формальным пунктом окончания войны является прекращение той обструкции, которая на протяжении шести лет была со стороны Лиги арабских государств в отношении к Ассаду, откуда он был исключен. Я точно не помню, кажется, в 2011 году. Сейчас его опять там приветствовали. Это очень серьезное событие, которое говорит нам о том, что Лига арабских государств, в частности, видит Сирию в своих, видит Сирию в ее довоенных границах, форматы власти, очевидно, это вещи, обсуждаемые не на языке оружия, а, возможно, на языке политических, политических передоворов. Максим, я помню, и вы помните прекрасно наверняка, вот эти требования Ассад должен уйти. Они звучали из Вашингтона в первую очередь, со стороны Барака Обамы. Бесконечно была вот такая важная для американской администрации история лично Ассад и его ответственность перед сирийским народом и его личное будущее в Сирии или вне ее. Так вот, сейчас правильно ли я понимаю, что личность Ассада и его конкретно политическая карьера перестала быть, по крайней мере, актуальной для мировых лидеров, для тех лидеров, которые так или иначе участвуют в сирийской кампании. Например, для американского президента и для российского тоже. То есть я, не знаю, может быть, я что-то пропустила, но давно не слышала обсуждения судьбы Ассада. Ну, дело в том, что для российского президента, как известно, не было никогда вопроса о том, что Ассад должен уйти. Эта позиция ставилась в повестку Дмитрия Медведевым, но Владимиром Путином она никогда не ставилась в повестку. Более того, Путин достаточно резко подверг критике позицию Медведева по Ливии. И фактически он, да, не говорил там сдача Каддафи, но, в общем, он дал понять, совершенно ясно, что он придерживался иного мнения относительно ливийских событий, которые привели к падению режима Каддафи и его гибели. И понятно, что Путин никогда не собирался сдавать Ассада, и вся российская политика от, там, с 13-го года до нынешнего времени направлена была на удержание любой ценой режима Ассада, на поддержку и установление связей с Хизбаллой, с иранским контингентом, находящимся на территории Сирии, и в конечном итоге на переброску туда, начиная с декабря 15-го года, достаточно серьезного и боеспособного российского военного контингента, который принял участие в ключевых боевых действиях в Халибе или, значит, вокруг Пальмиры и так далее. Поэтому, что касается Америки, я уверен, что если бы Тиллари Клинтон стала президентом, то Ассад бы уже не был. В Дамаске и демократы, конечно же, приложили бы все усилия для того, чтобы арабская весна, которую они инициировали, каирская речь об Обаме, завершилась таким же публичным, возможно, убийством Башра Ассада и его семьи, как они это сделали с Муаммаром Каддафи. Мы все помним этот чудовищный вау Хиллари Клинтон, когда безумно эти люди терзали публично, возможно, в чем-то виновного. Ну, возможно, в чем-то виновного, Максим. Ну, возможно, в чем-то виновного. Ну, как и Ассад, пожалуй, очень даже, возможно, виновен во многих. Вы считаете, что публичное ленчевание доступно? Нет, конечно, категорически не считаю. Максим, это совершенно разные вещи. Есть ответственность тех или иных лидеров, например, и Ассада, и Каддафи. Каддафи убили потому, что иначе бы на открытом процессе он рассказал бы, как он давал деньги Берлусконе, как он давал деньги Саркази, как он кормил с руки всех европейских лидеров, которые инициировали войну. Именно поэтому его убили таким же стойким образом. Понятно, что такими же тайнами, может быть, в меньшей степени обладал Башарас. Но так или иначе, для республиканцев, для их ставки на Саудовскую Аравию и на Израиль, как на оплоты американской политики на Ближнем Востоке, падение режима Ассада с последующими непредсказуемыми событиями, ну, как бы оно мнение выгодно, а абсолютно Ассад является одной из точек стабильности традиционной политики республиканской партии, которая делала всегда ставку на национальные государства, а не на стихийные процессы подобной арабской вести. Максим, у меня последний вопрос. Я хотела все же вернуться к тем людям, иностранцам, которые оказываются в рядах запрещенной организации в ряде стран ИГИЛ. Вот как вы считаете, исходя из вашего представления о ситуации, кто эти люди? Вот они все еще, вы упомянули вначале, что очень жесткий контроль в аэропортах, например, введен, но тем не менее продолжают стремиться многие, другой вопрос, что многие не попадают, но тем не менее, стремиться в ряды исламского государства, стремиться в Сирию. Как это происходит? Их обрабатывают в интернете? Или как еще? В чем мотив? Ну, давайте мы не будем представлять людей, как пуделей в цирке, которых дрессируют. Почему? Обработка может быть очень серьезной и эффективной. Мы все-таки с вами слышали о великой литературе 20 века, о Сартре, о Камю, о сложном человеческом выборе, о том, что люди пытаются запомнить, конечно, пустоту внутри себя, о том, что забота, как эта философия инстанциализма, является ключевым фактором, из которого человек принимает решение. Почему Жан-Поль Сартр вывозил палестинских боевиков и боевиков РАФ из Вены? Помните этот вот момент был, да? Почему были, допустим, почему существует терроризм, интеллектуальный терроризм, гиперинтеллектуальный терроризм? Это же возникло не сейчас. Мы помним Красные бригады, Аксион Директ, мы помним нацистский терроризм, мы помним интеллектуальный палестинский терроризм, который, в принципе, многие акции были совершенно чудовищны и, ну, скажем так, даже более зрелищны в страшном каком-то своей интерпретации, чем там отрезание голов Джеймса Фоули или другим журналистам. Хотя мне ужасно жалко журналистов. Я думаю, что это явление не исламское, а это явление европейское. Недаром мы видим такое количество европейских интеллектуалов разного рода из контркультурной среды, от разных рэперов, которые там оказывались. Говорят, что даже Джеймса Фоули убил какой-то подонок, который был каким-то рэпером в Великобритании. Я просто знал Джеймса Фоули через моего друга Архана Джамали, погибшего, который очень хорошо знал по ливийской войне, поэтому для меня эта казнь имела тоже личное значение. А поэтому я думаю, что это вообще радикализм, он носит европейскую природу. Мы знаем, что на территории Европы были совершены самые жуткие преступления в истории человечества. От Холокоста до Второй и Первой мировой войны, унесшей жизнь десятков миллионов людей. Поэтому не надо искать в исламе причину этой жестокости. Давайте ее искать в интервенции европейской индивидуалистической философии, философии пустоты, философии личного выбора, философии нигилизма в исламской культурной пространстве. Я с вами рассматривать вообще ИГИЛ как европейское явление, явление западной мысли в исламской цивилизации, в исламской почве, потому что для ИГИЛ многое из того, что ИГИЛ демонстрирует, является абсолютно чуждым. Я не имею в виду там жестокость. Жестокость, она везде присутствует. Во всех войнах присутствует жестокость, желание как-то эпатировать противника, противить противника, но оправдание, идеологические мотивации, которые мы встречали в достаточно высокого уровня произведениях пропагандистских ИГИЛовцев, на мой взгляд, это не свойственно ни арабской, ни турецкой, ни тюркской культуре. Это чисто европейский продукт, европейского сознания. Просто европейский контркультурный радикализм, он приобрел на фоне арабской весны, черты как бы такого арабоязычного. Но это просто миграция. С вами бы поспорил яростно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который последовательно упоминает... Он не понимает европейцев, он сидит в своей Америке, и американцы, мне кажется, плохо понимают, что Европа была, есть и остается центром и философии, и отрицания философии, и гуманизма, и радикального антигуманизма. Как бы мне было интересно с вами еще побеседовать, Максим, но, к сожалению, время закончилось. Если позволите, зарычусь вашим обещанием выйти к нам в эфир еще раз. И будет, я уверена, еще неоднократно много инфоповодов. Максим Шевченко, журналист, был с нами на прямой связи из Москвы. Спасибо вам.